Всем привет! Хочу показать бой с турнира новогодний, который уже закончился. Попался мне Бивзов. Наверное, этот игрок не нуждается в представлении, все его знают. Было в сети очень много 27-х рангов и Сопр, и Конфедератов. Но подумал, я как-то не между собой поиграю, мне кого-то полегче дадут, но не тут-то было. Дали Бивзу, ну и играем. Конечно, я не знаю, кто противник, но надо было помочь клану. Мы шли на медаль, удержать второе место надо было, так что пошел я в тур сыграть. И вот побежали контейнеры собирать. Тут он забрал спорный. Тут не помню. Тут, наверное, я его перебиваю. Я даже на его ящик добежал первым. Я тут забрал. Тут включил в общую оборону. Перебиваю его пеха. Тут тоже забираю, свой забираю. Короче, неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. А, он тут мой спер. Ясно. Короче, я потом пересмотрел, увидел, что... Посчитал так контейнеры, 50 на 50 мы собрали. Ну, разве что он забирает этот у меня на базе. И у него выходит на один контейнер побольше. Ну, по-любому. Я считаю, очень неплохой сбор для комфы. Сойдет. Попытался разведать. Ни фига я не понял, что там. Играю от третьего штаба. Я играю через вертексов. И Серафима сначала делаю. Чтобы, когда конвой с моей стороны приезжает, то сбивать ёлки ресурсы. И Серафима их подбирать. Ну, потом в четвертый штаб, зефсощит, солярис, все дела. Уже по ситуации играю. Ну, вот Серафим вышел. Контейнер, конвой уже тут выдвинулся. Я не успел. И вижу, что противник играет тоже на ёлке. Играет на условия турнира. Тут увидел одним пехом, он много стрекоз наклепал. И так, думаю, а ну попробуем здание на прочность. Надо было какой-нибудь завод сбить. Ну, я увидел штаб, что апается. Думаю, если противник не очень хорошо прокачен, то может и Саби. Ну, с активки, с пассивки и серы. Плюс там вертексом полетал, покружился пару раз. Так неплохо я ему снял хп, но убить его не получается. Вижу, что скоро потеряю Серафима, так что отступаю. А он тут со своими стрекозами и осой тоже самое занимался. Только он не сбивает завод героев. Надо было тоже завод героев ему сбить. Было бы больше пользы от моей атаки. Ну, короче. Тут пытаюсь защититься. И вроде бы удается. Тут что у меня? Серафим палит. Так, приходится восстановить завод героев. Так, увидел где конвой и сбиваю. Сбиваю одну елку и вторую. Думаю, фиг с ней третью не возьму. Ну, хотя бы ресурсы надо забрать. А, не, вот полетел за третьей елкой. Тут у него выбежал из кустов пех. Он разведывает. Так, забирай две елки. Тут сбил тоже, но он уже думал успею забрать. Не успел, короче. Ресурсы достались ему. Не, хорошо, не, хорошо. Спёр прямо под носом у меня. Но я не могу вылезти, потому что у меня ещё щит. Щита нету, так что если ранг повыше, то он перебьёт меня. Я не знаю, кто против кого. Играю. Жду щита. Так, дальше что? Конвой с этой стороны уже. Пока он там соберёт эту елку, я тут собью. Вот тайфуны очень-очень сильно бьют, я понял, сразу там выше по рангу. Не знаю, бот, наверное, по рангу идёт по игроку, который самый высокий ранг, я не знаю. Но как-то не удавалось всё сбивать и ничего не терять. Когда играешь против равного ранга, то это легко удаётся тремя вертексами. Так, вижу корова на подлёте. Думаю, ага, ты спалил мой завод и сейчас мне его опять хочешь разрушить. Выдвигаю тайфунов. Все, которые у меня есть. Четыре вертекса есть. И щит, щитецкий. Щит поможет. Ну и, как и предположил, так и есть. Вот, ударяет болванкой. Я на воздухе. Он там ещё диких разложил. Тоже, наверное, на воздухе. Пытаюсь не подставляться вертексами. Он ещё... Солярис уже вышел. Успел. Уже хорошо. Если даже потеряю, то... Защититься от наземки я, наверное, смогу. Ну, повезло. Повезло. Чуточку ему не хватило. Успел подготовиться я и... Не потерял завод. Так, а тут собираю серафимчиком опять. Вот, коса прилетела тоже. Хотел опять стырить. Но на этот раз ему не получилось. Не вышло. Всё. Делаем ноги. Комвой опять с этой стороны... Тот ещё не доехал, наверное. Так, что дальше? Дальше уже счёт 4-4. Я вижу, он хочет атаковать. Ну, передумай. Не пошёл в атаку. Увидел стену звезда щита. И он уже тоже не знает, какой ранг. Так что он... Ему опыта хватает. И он уже знает, что... Это опасно так... Сопротивление в лоб нападать. Без авиации. Вот, вижу очень много стрекоз. И опять тут сбивает ёлку. Лечу на разведку. Понять, что там у него на базу. Вижу, 5-й штаб опается. 5-й штаб. Ну, если там 5-й штаб, мне тоже надо в 5-й пойти. Я опаюсь в Тору. Думаю, он пока тут дерётся с... с конвоем. Я с этой стороны подъеду. И, может... Сумею сломать ему базу. Но он это заметил. И быстренько... Приехал в защиту. Лёвий сбиваю пассивку. И уже выстраиваюсь, пытаюсь найти хорошее место для атаки. Ну, и с краешку так... Чтобы не был... Не был очень большой, широкий фронт. Очень много стрекоз прикрывает Лёва. Вроде бы, наземки тоже много, но... Как-то он только стрекозами меня выгоняет. Отгоняет меня отсюда. Но я вижу по урону, сколько у меня остаётся с юнитов, а и сколько живут его стрекозы. Стало ясно, что тут ранг высокий очень. Да и Лёва не падает никак. Вот, вижу опять конвой, и нельзя ему отдавать. Он и так впереди. Так что, думаю, встретить конвой, быстро забрать и делать ноги на базу. Тут напал Тором, попал прямо по хаму. Но он не умер. Ну, хотя бы ресурсы заберу. И одну ёлку. Думаю, что сейчас делать против высшего ранга. Думаю, пятый штаб и... Единственный мой план, вот ещё конвой с его стороны. Он возьмёт, я противостоять ему не могу. Пойду в луч, короче. Фиг с ним. Ва-банк. Я разведаю, посмотреть, у него луч тут нет. Луча нету, нету. Много ПВОшек. Ну, делаю луч, короче. Вот он тут берёт ёлки, думаю, успею, не успею, хер его знает, попробовать надо. Вот, лучше сделался. На производстве его делаю. У него армия очень большая, как и у меня. У него будет побольше, наверное, фулково от пятого. Да, вот ИГХ. Много стрекоз, Лёва. Ну и всё. Думаю, сейчас заряжу ядерку и надо с ним вступить в бой. Сколько там ещё осталось? Вот я его вижу, он меня тоже видит. Включил разведку, вижу его. Он меня тоже видит, наверное. Ну, я жду-жду уже. Я вижу, он пульнул, на воздухе встал. Ну, тут не вовремя. Конвой приехал. Луч готов. Надо драться. Он по-любому захочет драться за эти ёлки. Ему всего лишь эти три нужны, чтобы победить. Так что отступать не могу. надо драться. И вот, вижу он сбоку. Сбоку меня окружает. С этой стороны. Весь ягаха. Я еду на ёлки, чтобы не дать их забрать. И... лучом. Лучом. И лучом по Ягахау. Ну... Бах! И всё. Нету армии. Весь кого? Только Лёва и три стеклаза остались. Ну и у меня тоже ничего не осталось. Он успел перебить большинство моё армии и ещё героя всех. Ну, а мне мне хватает на ещё один луч. Я забрал тут ресурсы и делаю я опять луч. Вот. А он в шоке, наверное, отступил. Вот он накакал мин тут везде, чтобы я не подъехал к его базе. Я не собирался уже бессмысленно. Вот. На производстве делаю. Смотрю, что у него тут осталось. Ягахам с трикозы Лёва. Всё в порядке у него. Он восстанавливает. Я тоже пытаюсь восстановиться. Но луч, луч. Надо, короче, ему не дать взять ещё три ёлок. Вот как это сделать? Непонятно. Луч готов. Я бью по базе. Бью по базе, а за ёлки попытаюсь ещё один раз драться. Ещё один удар. Пол базы снесло. И он теперь отступает. Я за конвоем еду. думаю буду тебя охранять если он попытается его взять. Я тоже вступлю в бой. Ну и вот. Он вступает в бой, тоже. Надо опять встать жирным здесь со щитом и успеть забрать. А тут не заряжаю. Нет ресурсов. Надо забрать эти ресурсы. он мне сказал пёво какого класса, я не буду говорить, может он не хочет этого, чтобы все знали. забрал ресурс, один ящик, одну ёлку забрал. перебить все, что осталось не получается. Слишком сильные юниты он меня перебил. Перебил. Он восстанавливается. А я заряжаю еще один луч. Но армии нету нифига. У него есть, у меня нету. так смотрю конвой он выдвигается у него армия есть. Думаю сейчас луч будет готов. Жах опять ему по армии и попробую опять атаковать. Вот разведал я увидел что он дерется и тут я такой а он он не дурак опытный отступил отступил армию. я ему просто подарил все ну эти елки короче вот он успел отступить оставил только одну леву и уже забираю я на разведке техники пытаюсь туда поехать но комп пока приедет он уже три боя еще сыграет против других вот такой бой понравился мне этот бой не было бы этих елок думаю я бы смог его победить но и он сыграл бы по другому не сыграл бы на победу вот такой бой всем спасибо вам